Привет, меня зовут Андрей Вранчан. Привет, я Андрей Феррера. Количеством, я думаю. Не коктейлем, а именно количеством. Ну, я думаю, все бармены будут со мной солидарны. Это будет Северное Сиане. Пиво с водкой, наверное, это... Это водка с шампанским, с просееком, наверное. И противно, и ликвидировать можно во всем, во всех смыслах вообще. И, кстати, есть бутылочка где-то валяется. А, вот. А, логотип. Прости. Я не знал, прости. Человеку не важно было, что там будет внутри. Ему главное, чтобы это было по слоям и в большом стакане. Это пиво, томатный сок и желток. И я там намешал ему и кофе, и ликер, и алкоголь, и крепкий, и все, что угодно там. Все, что нашел, все намешал. Ну, на самом деле, этот коктейль из фильма, классического фильма с Том Крузом, который называется «Коктейль». Он оттуда. Но он странный, но он вкусный, как бы. Ну, мифы для гостей, типа, плюнет в кофе или что-то в этом роде. Слышал там про плевки, не знаю, там. Ну, я не встречал вот такого вообще. Как бы я слышал, но передо мной таких случаев не было. Я так тоже лично не делал. Может быть, и делал, но я это не скажу. Да, самая страшная месть бармена – это пить бесплатно с его руки. Я думаю, это самая страшная месть. Если, наверное, я кому-то захочу отомстить, то я просто его набухаю так, чтобы он не смог стать, и все. Коварный. Сразу пришло в голову конкретный человек. Просто приходит, он разговаривает, и неважно о чем, и мысли вообще не связаны. Ну, самый надоедливый, наверное, это был такой тип, педиковатый. Пока мы не поняли, что если с ним не разговаривать, то ничего не меняет. Он также общается, мне кажется, что сам с собой. Знаете, такие люди, которые вот только-только с каких-то тренингов вышли, такие свеженькие, и разбираются в вине, и все, вот-вот. И начинают тебя вот… Ну, вот-вот, на, на, попробуй, вот ты чувствуешь эту нотку, что-то тут есть парболизм, вот тут есть, есть, есть. Если он болтливый, то он болтливый просто, и там ничего не поможет уже. Тип, не знаю, как его зовут, вроде бы хороший парень, но как бы, как бы, вот, он не надоедал, как бы вот. Прошлый Новый год, вечеринка то, что была. Это, наверное, были гей-тусовки. Настолько было атмосферно, у нас есть такая, можно сказать, фишка, есть, мы ее называем молитвой. Вот эти вот все эпатажные лица, как бы, это очень интересно, на самом деле, было ее наблюдать. Это когда много людей, все хватают друг друга за руки, один разговаривает, все должны повторять за ним, и в конце мы пьем. Так вот, мы сделали вот такую молитву, ну, человек на 70, наверное, вот, просто, весь зал просто вот в один круг встал. Это самбуков, просто не люблю, анис. Для меня самый дурной вкус, это любой коктейль с текилой. Самбук, не, реально ненавижу самбуков. Просто, ну, я не могу ее воспринимать, и все. Окей, да, отличный ответ, кстати. Виски-кола. Мне кажется, любой бармен, ему просто надоело наливать вот эту вот комбинацию виски с колой, и он уже стоит прямо вот здесь. Просто все, не пейте эту виски с колой, пожалуйста. Люблю готовить Негронни, из-за того, скорее всего, что я его очень сильно люблю. Готовить обесцвеченные коктейли. Он простой, там три ингредиента, красный вермут, кампари и джин. В то же время он очень вкусный. То есть я беру свежий выжатый фреш, отделяю мякоть, у меня получается вода, например, томатная вода. И я делаю, как бы, обесцвеченную кровавую мэри. Вот так. Наверное, только в том случае, если я хочу похвастаться тем, что я сделал. Вот атмосфера, которая создается. Если находишь с человеком общий язык, ты на одной волне с ним, у вас какие-то общие темы, может быть, даже шутки, просто смех, то, ну, почему бы не угостить человека? Это может быть мой друг, это может быть просто гость или знакомый. Ну, вот у меня что-то получилось, и вот он ко мне пришел, я говорю, чувак, вот, смотри, вот сейчас это будет фишка, бомба, на, держи. И все. И тогда у меня в душе спокойно, как бы, и вот, и человек пьет бесплатно, ну, и я так. Но это не часто происходит тоже. Я выбираю самый крепкий по алкоголю, чтобы он побыстрее расслабился. Можно бульвардье. То, что я говорил про Негроню, он похож, там вместо джина идет бургон. Он более крепкий, более насыщенный. Мне кажется, любая профессия – это искусство. Любой коктейль, который, ну, мы разговариваем про такие авторские коктейли, которые мы каждый делаем, это не просто напиток, то, что ты смешал, но через него мы передаем какую-то информацию, какой-то посыл. У каждого коктейля есть своя идея. Но даже водитель такси – это тоже надо уметь среди машин, как бы, бегать, и вот. Я стараюсь всегда в свои коктейли использовать местные ингредиенты, то есть местных производителей, чтобы как-то вот их продвигать. Потому что, ну, кто, если не мы это будем делать? То есть он несет какой-то посыл. Это, я считаю, что это уже искусство. Шел за стойкой гость, он уже был выпивший. Так, дайте я вспомню. Тут еще начал чуть-чуть пить. Ну, самое запоминающее – щи. Мы ему уже, в конце концов, начали отказывать в алкоголе, потому что, ну, все, ему хватило, просто, ну, надо было просто домой, и все. Я грубо ответил гостю, ну, и, соответственно, понеслись кулаки. Он начал грозиться, что вытащит из сумки автомат. Мы такие, ну, это смешно, как бы, но у него и сумка была рядом. Не буду рассказывать, где это происходило, но как-то закончилось все хорошо. Потом пили вместе, но, как бы, без этого никак. Полтора часа где-то, вон, каждые 10 минут нам говорил, что я сейчас вытащу автомат. В конце концов, когда он достал свою большую сумку, поставил, мы чуть-чуть вот так перестарались, так скажем. Но он в итоге ее взял и уехал. Все было нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok